Что у вас? Не любят судьи совсем, что ли? Чего опять оцепить такие плохие? Да, они обычно нас любят, но все-таки чемпионат мира, и заезжали мы сюда. То есть не хочется верить, да, что у нас субъективный вид спорта, но ходят такие легенды. Да. И вроде как, конечно же, мы сюда, но Ваня с Сашей чемпионы страны, Вик с Никитой. Это и вовсе Вик с Никитой, то есть, ну, как бы, наититулованные спортсмены нашей сборной танцевальной пока. Поэтому, понятное дело, третьей паре всегда сложно. Вот, но мы стараемся бороться, вот, двигаться вперед. Не, мы сегодня вроде нормально, хорошо доехали, ни большой, ни какой-то большой ошибки не сделала. И по технику, более менее, только один или два элемента, не было, что хотела. Ну, в общем, хороший уровень поставила. Просто вот такое соревнование. Да, ну, все же меняется, и то есть, опять же, ну, как бы, иногда говорим, что невозможно, да, все время идеально кататься и прибавлять, и прибавлять. То есть, это, ну, как бы, против законов, наверное, спорта. Уже в этом сезоне мы произвели довольно-таки хорошее впечатление на Ростелекоме. Потом после этого чемпионат страны, на Кубке тоже, и тут. Ну, в целом, это такой вот шаг хороший для нас все равно. Я так понимаю, три пары танцевальные в десятке мировой давно не было. Вот я не знаю, результат, остаемся мы в десятке или нет. Мы сейчас вот вас обогнали, да, пока еще одни, но должны достаться, потому что других обогнали вы, наоборот. Вот, поэтому посмотрим, как бы, для нас главное, это следующий год олимпийский, то есть, если мы так прибавили за пару месяцев в этом году, то следующий год новая программа. Ну, как он говорил, у нас этот сезон, в принципе, всех старт было очень хорошее, и, конечно, не бывает, что каждый старт идеальный, поэтому можно сказать, что... В принципе, мы этот весь сезон проехали без каких-либо грубых помарок. Да. Вы молодцы, я вас люблю. Спасибо. Вы классные. Ну, все закончилось, в любом случае. Я вас с этим поздравляю. Давайте суммируем чемпионат мира и этот сезон, если можно. Ну, чемпионат мира закончился для нас. Вот. Что могу сказать? Попроизвольные у нас к себе нет никаких претензий, мы сделали все, что могли. Вот. Мы катались с душой и удовольствием для себя, для наших болельщиков. Оценки как оценки, комментировать их нет смысла. Вот. Конечно, чувствуется, что на этом чемпионате мира мы сделали не все, что могли. Вот. В плане общей, как бы, вот такой атмосферы внутри. Но мы рады, что Произвольный прошел именно так, как сейчас он был откатан с душой. И именно вот с внутренней эмоцией. Ну, я не знаю даже, как это. Сейчас я после проката очень возбужден. И из-за этого, как бы, не могу прямо описать. Но хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал, кто болел за нас. Весь сезон, от начала и до самого конца, до сегодняшнего дня. Я уверена, что еще много нам напишут после. Потому что болельщики у нас действительно самые лучшие. И всегда за нас, всегда поддерживают. Поэтому спасибо болельщикам, спасибо нашим родным. И, конечно же, тренерам. Всей нашей команде, всей нашей команде, которая осталась в Москве и болеет каждую секунду за нас. Спасибо им тоже огромное. Вы все вместе очень крутые. Сейчас вот показывали, когда повторы, и как, конечно же, тренеры делают все ваши движения. Это всегда круто смотреть вживую, но на повторе, значит, выглядит как будто кино вообще. Насколько они живут тем, что вы делаете на льду. Значит, все будет отлично, мне кажется. Отдыхайте. Спасибо огромное. Спасибо вам за сезон. Спасибо. Вы дошли до этого. Ура, ребята, вы чемпионы мира. Как это ощущается? Это просто словами не передать, если честно. Если бы у меня были еще хоть какие-то эмоции, они все остались на льду. Просто я бы, наверное, кричал до сих пор. Это круто. Я очень горжусь своей партнершей Викой. Она настоящий боец, умница. Это на самом деле, это ее место. Она заслужила. Я вместе с ней рядышком. Тогда и ответный кумплимент, наверное, Вика. Я хочу сказать, что это очень своеобразный чемпионат мира. И эмоции на самом деле внутри просто переполняют до нас. И они переполняли и до проката, и после переполняют. И мне, что до проката у меня глаза таки наслезились, что после они слезятся. И я безумно благодарна Никите за его огромную поддержку. И вот. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Вы мои хорошие. Вы знаете, сколько лет у нас не было чемпионов миров в танце? Десять? Двенадцать. Двенадцать. С 2009 года, да. Так что вы эпоху практически новую начинаете, когда мы снова можем выигрывать золото. И в этом виде. Мы будем очень стараться. Не знаю, стало ли что-то по-другому для вас после победы на чемпионате Европы в прошлом году? То есть вы почувствовали себя сильнее. Это важно было, то, что произошло тогда? Я думаю, что абсолютно нельзя этого отрицать. Это огромный опыт. И золотая медаль чемпионата Европы, она нам самим просто показала, насколько мы можем бороться и справляться с трудностями, с тренировками, со стрессом на соревнованиях. Это для нас очень важно. Каждый раз мы получаем опыт. У нас нет такого, что мы куда-то улетаем. Там в небеса и не можем спуститься. Мы также выходим и работаем только еще больше вдвойне, потому что мы знаем, что мы можем еще лучше. При этом этот сезон вообще не позволял улетать в небеса, потому что, мне кажется, вы, наверное, до последнего сомневались, что вы, в принципе, на чемпионат мира поедете. Ну, не то, что мы сомневались, что мы поедем, мы сомневались, что он вообще состоится. Но мы очень к нему готовились и надеялись, что он все-таки будет, поэтому… Для того, чтобы сюда приехать, мы делали все возможное с нашей стороны. Да. Неважно, состоился бы он или нет, мы работали бы. Когда были пропуски этих турниров, раз за разом вы снимались, плохие мысли были или все это как раз было направлено на то, чтобы как можно лучше прийти к чемпионату мира? Ты знаешь, все, что плохое, ну, нельзя сказать плохое. Все, что не делится, все к лучшему. Все, что у нас было в этом сезоне, это травмы и болезни. Я не думаю, может быть, я не знаю даже, как сказать, может быть, у кого-то возникли бы какие-то плохие мысли. Мы обычно становимся сильнее, и когда мы начали приходить в себя, когда начали излечиваться все эти травмы и болезни, и у нас появилась возможность наконец-то тренироваться, то, вот знаешь, в голове сидело, сколько мы пропустили, сколько действительно соревнований мы не доехали, как мы выступали, и оно нам дало большой толчок какой-то для работы. Ну и слава богу, все было хорошо со здоровьем. Ну, а здесь себя чувствовали уже классно, да? В общем, все было в порядке. Да, мы были уверены в себе, потому что мы были хорошо готовы. Это главное. Ребята, поздравляю с победой. Спасибо. С чемпионом. Ура! Удачи вам. Спасибо. Теперь ольпиады. Еще целый сезон до ольпиады. Пока.